Три многоквартирных дома в Шамкенте буквально повисли в воздухе. Вот уже больше 20 лет жильцы не могут приватизировать свое жилье. Комнаты и квартиры в 1998 году сотрудникам местной железной дороги выдали под постоянное жилье. Но приватизировать жилплощадь вовремя они не успели. Теперь пенсионеры, железнодорожники и их дети пытаются получить правоустанавливающие документы. «Мы обращались в суд. Десятерым жителям суд одобрил приватизацию. Они оформили документы, а мы получили отказ. И 30 семей до сих пор живут без документов. При том, что когда мы обращались в суд, у всех был одинаковый набор документов. Теперь, куда бы мы ни обращались, нам нигде не могут помочь». Документы на жилье железнодорожникам нужны, чтобы подключиться к коммунальным благам. Воду они протянули отчастников. Платить за нее приходится дороже. Свет люди покупают у местной железной дороги. Отапливаются углем или электрообогревателями. «У нас в двух комнатах стоят обогреватели. За свет в месяц выходит 30-40 тысяч деньги. Это очень дорого. Тем более, что проводка старая, не всегда выдерживает напряжение». В управлении жилья говорят, чтобы приватизировать дома сначала надо передать им на баланс. Но сделать это невозможно. Ведь на балансе КТЖ они не числятся, а значит, по сути, бесхозные. 10 семей успели приватизировать свою жилплощадь на основании письма КТЖ. Но с 2013 года такие справки стали недействительны. И приватизировать можно лишь те дома, которые находятся на балансе Акимата. «Предложено жителям сделать акт оценки данного имущества и передать документы в наше управление. На основании вот этих документов мы будем принимать на баланс данное жилище и будем приватизировать шельцам. Это займет, наверное, примерно месяц, может быть, два месяца». Вот только не у всех жителей есть средства обратиться к оценщикам. И даже если они найдутся, по словам юристов, не каждая компания займется оценкой жилья, на которое нет правоустанавливающих документов. Замкнутый круг, в котором без водопровода, качественной электроэнергии и газа живут 30 семей.